Торф как удобрение для клубники, как и когда применять. Есть у нас небольшой дачный участок, выращиваем на нем в основном зелени клубнику. Однако хороший урожай ягод получить очень непросто, поскольку почва тяжелая, глинистая. Сосед посоветовал внести торф. Подскажите, как правильно удобрить торфом грядки с клубникой? Торф является обои разложившиеся останки растительности и животных и относится к натуральным органическим удобрениям. Однако в его состав входят также полезные минеральные элементы – сера, азот, благодаря чему торф активно используется в огородничестве и садоводстве. Особенно хорошо реагирует на внесение торфа клубника. Качественный торф имеет коричневый цвет, влажный на ощупь рассыпчатый. Влажность является необходимым условием, в противном случае почва после его внесения плохо будет сохранять влагу. Стоит учесть, что максимальный эффект торфяной подкормки будет заметен только на второй год после внесения. Особенность использования торфа на клубничных грядках для удобрения клубники торф применяется как весной, так и в осенний период. Но необходимо понимать, что чистый продукт допустимо использовать только с целью мульчирования клубничных грядок, предварительно проветрив его и смешав с опилками. Чтобы нейтрализовать кислотность торфа, также надо добавить в смесь древесную залу 5 кг на 50 кг торфа. Для внесения почвы потребуется приготовить на основе торфа компост, чтобы обогатить состав микроэлементов. При закладке компостной кучи сла и торфа следует чередовать с навозом. Можно также добавить зеленую массу, оставшуюся после прополки огорода и бытовые кухонные отходы. Кучу периодически поливать раствором суперфосфата 100 г на ведро воды. Удобрять клубнику торфанным компостом можно двумя способами. При посадке положить в каждую лунку перед высадкой растения слой торфа не больше 5 см. Во время обработки почвы разбросать в междурядьях из расчета 30 кг на 1 кВ. М и перекопать. Если нет желания или возможности возиться с приготовлением компоста, готовые препараты на основе торфа можно приобрести в специализированных магазинах, которые занимаются продажей удобрений в виде гранул. Используются при посадке путем добавления в лунку. В виде жидкого раствора. Используется для корневых подкормок. Действие торфа как удобрения. В результате удобрения растений торфом улучшается структура почвы, она лучше пропускает влагу и дышит, активизируется рост культур. Корневая система растений получает идеальные условия для развития, повышается количество и качество урожая. Уже на второй год после удобрения почвы торфанным навозом клубника будет активно развиваться и плодоносить. Как правильно удобрять клубнику? Видео особенности использования торфа на клубничных грядках. Для удобрения клубники торф применяется как весной, так и в осенний период. Но необходимо понимать, что чистый продукт допустимо использовать только с целью мульчирования клубничных грядок, предварительно проветрив его и смешав с опилками. Чтобы нейтрализовать кислотность торфа, также надо добавить в смесь древесную залу 5 кг на 50 кг торфа. Для внесения почвы потребуется приготовить на основе торфа компост, чтобы обогатить состав микроэлементов. При закладке компостной кучи слой торфа следует чередовать с навозом. Можно также добавить зеленую массу, оставшуюся после пропулки огорода и бытовые кухонные отходы. Кучу периодически поливать раствором суперфосфата 100 г на ведро воды. Удобрять клубнику торфанным компостом можно двумя способами. При посадке положить в каждую лунку перед высадкой растения слой торфа не больше 5 см. Во время обработки почвы разбросать в междурядьях из расчета 30 кг на 1 кВ. М и перекопать. Если нет желания или возможности возиться с приготовлением компоста, готовые препараты на основе торфа можно приобрести в специализированных магазинах, которые занимаются продажей удобрений в виде гранул. Используются при посадке путем добавления в лунку. В виде жидкого раствора. Используется для корневых подкормок. Действие торфа как удобрение. В результате удобрения растений торфом улучшается структура почвы, она лучше пропускает влагу и дышит, активизируется рост. Культура корневая система растений получает идеальные условия для развития, повышается количество и качество урожая. Уже на второй год после удобрения почвы торфаным навозом клубника будет активно развиваться и плодоносить. Как правильно удобрять клубнику – видео.